Анкологон минор Анкологон минор является вымершим червем-приапулидом, известным из кембрийских отложений сланцев Бёрджис. Из-за внешнего сходства с современными внутренними паразитами, известными как акантоцефалиды или черви с колючей головой, Анкологон когда-то считался свободно живущим и вымершим предком акантоцефалид. Твои экземпляры Анкологон известны из сланцев Большого Филопода, где они составляют менее 0,01% от всей фауны. Наряду с другими кембрийскими червями, такими как Атоя, Силкиркия, Лоуселла, Фелдия, Сколикафурка и Лецитиоскопа, организм может попасть к так называемым Архае-приапулидам, относящимся к группе приапулид. Тем не менее, морфологическое сходство этих организмов и их современных кузенов примечательно, особенно для бёрджерских сланцев. Филогенетический анализ не объясняет большие различия между этими базальными червями. Родовое название дано в честь дракона Анкологон, который показан в Средиземье Толкиена Легендариум, с отсылкой на внешнее строение червя, напоминающее колючий хобот. Вид ранее упоминается как представитель рода Атоя, а Атоя-минар затем была вычеркнута из родства Саймоном Конвеем Моррисом, который отметил морфологические различия. У Анкологона было тонкое тело с радиальной симметрией в среднем около 6 см в длину. Его хобот был вооружен острыми крючками на конце. Всего насчитывалось около 10 крючков разных размеров и с хорошо заметными основаниями. Непосредственно само тело было беззащитным, но на конце находились еще несколько колючих крючков. Диаметр тела от 0,2 до 0,25 мм. Тело имело ряды щетинок, возможно выполнявших роль сенсоров. Очевидное отсутствие втягивающих мышц говорит о неспособности к быстрому втягиванию хоботка. Организм был, вероятно, донным хищником, нападающим из укрытия, которое он сам умастерил. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и поддержите проект на канале. Всем всего хорошего, до скорых встреч и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok